Друзья мои, привет! Я сейчас нахожусь в поселке Пашино, в самой северной части Новосибирска. В жилом районе, Тимур. В жилом районе, да. В жилом районе. Да, мы договорились встретиться с Вячеславом Илюхиным. Можно просто Вячеслав? Да, конечно. Тем более, что так у журналистов принято с некоторых времен, научиться не заморачиваться на западный манер. У нас все просто, можно вообще не заморачиваться. Пашино родной район? Ну, с каких-то пор стал очень родным. А, с каких пор? Ну, то есть... Я возглавил здесь, наверное, в каком году-то? Ну, уже около 20 лет назад возглавил это центровные школьные работы Пашинский. Это вот в этом клубе, да? Тогда это был клуб, спортивный комплекс. Ну, в общем-то и все. А почему Пашинский? В смысле, как это вот? Центровные школьные работы Пашинский. А где-то где? На 4-м микрорайоне здесь недалеко. Нет, а что там? Педагогическое образование? Или там желание работать с детьми? Нет, у меня не было никакого-то времени. Или желание работать с детьми? Чего вдух сюда? Да я могу рассказать, на самом деле, как это было, если быть уже честным. Ну, как иначе? Я совершенно случайно поучаствовал в первый раз в выборах в городской совет. Случайно? Да, так получилось, что клуб Мачалина там искал кандидата, клуб избирателей. Это какой был год? Так, сейчас скажу. Прошлые выборы когда у нас были? В 2015-м, да? Ну да. Потом до этого, в 2010-м, потом в 2006-м, значит, в 2001-м я вот поучаствовал в выборах в городской совет. И выборы, ну, как-то увлекся, провел выборы и проиграл на тот момент депутату от коммунистов, кандидату в депутаты от коммунистов Микерину Анатолу Тимофеевичу. А, и превратился в тот случай, когда за одного битву а двух небитых дают? И вот когда я проиграл, я сразу решил для себя, что следующие выборы я обязательно выиграю. То есть такой спортивный такой, да, интерес? Или почему? Ну да, именно так. Ну, как-то не сильно нравится проигрывать, наверное, поэтому, хоть и говорят, что главное участие, но как-то не... Это проигравшие так говорят. Поэтому я решил для себя, что следующие выборы я должен выиграть. И один из способов избрал тогда для себя. Ну, совершенно тогда цинично, что мне нужно возглавить тут спорт, еще что-то и... А потом, когда я возглавил спорт и детское движение, я понял, что его можно развивать вполне себе нормально. Тогда у нас было очень много событий, происходило. Мы тогда выселили отсюда цыганский табор, торговавший наркотиками. То есть они прямо в этом клубе были, да? Почему? Нет. Они жили в Пафино, у них там были. А, вот здесь, да? Была земля, и мы... Слава, вас на сюда пустили, да? Я секундочку отвлечу, отвлечусь от рассказа. Просто про это место. Друзья мои, я сегодня уже сделал репортаж, как на аллее... Как она правильно называется? Аллея памяти? Аллея славы. Аллея славы, вот в Пашино. Здесь открыли еще один стенд с портретами людей, которые воевали. И здесь был и мэр, и там и дети, и школьники, и солдаты. Но всего интереснее мне было то, что это вот инициатива Вячеслава Илюхина, правильно, да? Была создать вот этот памятник. Вот здесь памятник? Вообще инициатива создать... Сначала появилась инициатива создать сквер, потом памятник. А что, тут был пустырь? Ну, здесь росли тополя. А, ну, то есть просто было, да, тут что попало, росло. Поэтому здесь не было никакого сквера. Потом инициатива была сначала создать сквер. Начинался он здесь с детских городков, сейчас уже новые стоят. Тогда стояли несколько другие. Из Томска мы их привозили, еще не так популярные они были. Потом сделали вот эту аллею и сделали памятник. Здесь он стоял на тот камень, если мы сейчас подойдем, мы увидим. Камень, который принесли ветераны и сказали. Я был тогда Василий Иванович Атопкин, председатель общества ветеранов. Он на одном из этих стендов есть, он участник Великой Отечественной войны. И я ему тогда пообещал, что памятник будет. А камень памятник? Памятник и памятник, да? Памятник и камень, да? Да, они поставили, написали, здесь будет воздвигнут памятник. И я ему дал тогда обещание, и потом это обещание сдержал. Я пока памятник покажу. Вы знаете, друзья, что меня удивило на этом памятнике? Здесь вот четыре пилона, кроме креста, на котором написано защитником Отечества. Посмотрите, здесь четыре пилона. Воинам-интернационалистам, воинам-участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла 41-45-го и жертвам репрессий. Редкий случай, когда в одном памятнике, в одном монументе сочетаются столько обстоятельств в истории Советского Союза. Вот жертвам репрессий, вот эта надпись, ведь, наверное, это было непросто ее поставить. Почему она здесь появилась? Это было мое решение. Но поскольку памятник я оставил на свои деньги, то запретить мне это никто не смог сделать. Хотя попытки тогда были. Попытки были что? Запретить вот этот надпись сделать по репрессированным? Ну да, мне говорили, что это не совсем вписывается в идеологию, еще что-то. Но я решил так для себя. У меня вот как мне быть? Я из семьи репрессированных. А дед у меня воевал. Семья репрессированных? Кого репрессировали? За что? Меня репрессировали бабушку, маму. Мама у меня была репрессирована в 8 месяцев. Поэтому, когда мне говорят, что Сталин никого просто так не репрессировал, все были врагами, все совершали преступления, ну, мне просто хочется узнать, и какое преступление моя мама могла совершить в возрасте 8 месяцев. А что она была, как там, семья репрессирована? Ну да, их вывели, они оказались на оккупированной территории. Они же, ну, как немцы, оказались на оккупированной территории в Западе. А, по национальному признаку, то есть? Да, тогда по национальному признаку. Поэтому я рос среди репрессированных. Я очень много историй про репрессированных знаю. Ну, то есть у нас семьи дружили между собой, и до сих пор сейчас остаются у меня там какие-то связи. Мы жили примерно компактно в одном и том же месте. Всех же ссылали, где сейчас компакт в север, там стоял шлагбаум, и за него вот эти ссыльные, все репрессированные семьи пожили. То есть архипелагулах читать было не обязательно, чтобы все это видеть, и знать. Там, знаете, там много можно было того наслушаться, всего наслушаться. Людям призывали. Ну, сейчас бы как бы накануне Дня Победы неохота об этом говорить. Ну, это обстоятельство жизни. Да, поэтому, ну, вот поставили и поставили такой память. А вот к Дню Победы, раз мы как раз, дед воевал, да? У меня оба деда воевали. Рассказывали про войну? Вы знаете, когда одного деда я не застал, а второй, я был совсем маленький когда он, он уже был в таком тяжелом состоянии, поэтому только вот по рассказам наших родителей мы можем. А вот эти детские воспоминания. Вот сейчас я видел на открытии очередного стенда с портретами много детей пришли, со школы дети, там даже есть военно-морской класс. Да, у нас к нам обратилась школа номер 46, она носит имя Героя России Сергея Амосова. Они обратились, что мы хотим сделать военно-патриотический класс. У нас есть такая инцентр. И мы им помогли с приобретением формы. А, это не то, чтобы дети сами покупают форму, да? Нет, мы помогали им. Понятно. Ну вот это вот я хочу вспомнить наши советские времена детские. Мы же премьеры одного поколения, но я немножко старше, но мы все равно все попали вот под это советское воздействие. Как в то время, какое было военно-патриотическое воспитание? Здесь есть все-таки разница, понимаете? Вот я и хотел про нее спросить. Здесь есть выбор у детей. Их никто туда в этот класс насильно не погонит. Он есть один класс. И кто хочет, тот в этот класс и идет. Все, давайте здесь пройдем. Это мы обходим вот как раз наш Дом культуры. Которым начиналось мое трудовое деятельство, о котором мы говорили. Так вот, потом я втянулся, и мне стало интересно сделать Пашину что-то хорошее. Ну, я считаю, что у меня что-то получилось. Понятно, что депутат не имеет там никакого бюджета. Никто его там не дает. Совсем-совсем? В городе, ну, на помощников. А так, как я. А вот известный депутатский миллион как-то это что-то там из бюджета нет? Нет, он весь сюда и расходуется, этот депутатский миллион. Но это как депутатский фонд считается. Ну, вы сами понимаете, что в любом случае все делается за счет бюджета. Ну, и у депутата задача, чтобы все эти деньги, которые сюда, допустим, вот мой вокруг, они предназначены для ремонта дорог, еще для чего-то. У нас же вот несколько скандалов было, что плохо сделанные дороги, мы заставляли их переделывать. Вот задача депутатов. Ну, говорят, что это в прямые обязанности депутатские не входят, но я все-таки ставлю это в своей задаче, что здесь все должно контролироваться. Это ваша машина? Это делается правильно, да. Симпатичная. Кореец. Кореец. Хорошая машина? Мне нравится. Какие вообще нравятся машины? Да я, знаете, я не фанат машины, как удобные. А, удобные. Вы видите, ну, тут еще я сам машину не вожу, а водители вот говорят, им нравятся какие-то практичные, мне удобные. Вот стараемся совмещать. А женщины какие нравятся? Я жену люблю. А, это такая политкорректность, такая специальная. Жена? Женщины нравятся все, но люблю жену. Здорово. А вообще, вот семейная жизнь, что такое для депутатов? Вот не хочу ее обсуждать, знаете, не сильно люблю Юрченко, но вот то, что у него было, и то, что мне в нем нравилось, это он не обсуждал свою семейную жизнь. Вы просто поверите, у меня хорошая семья, мы с женой учились в одном классе и давно друг друга знаем. Но обсуждать какие-то нюансы семейные, я понимаю. Нет, нет, по-моему, уже очень хорошо сказано, когда что, если ты с ней учился в одном классе и до сих пор вместе, все, что тут еще обсуждать? По-моему, достаточная характеристика. Ну вот, замечательно. Личная жизнь, она и потому и личная, что она должна между вот двумя. Женщины обсудили. А что недопустимо для мужчины? Вот что не нравится в мужчинах? Да я не знаю, но мужчина просто должен быть мужчиной. А так-то. Ну, что такое быть мужчиной? Усы носить? Вот у меня борода есть, а у вас бороды нет. Кто из нас больше мужчины? Внешний вид, он, ну, ряд ли что-то там отображает. Ну, ладно, иначе спрошу. Вот с какого поступка не хочется больше руки человеку подавать? Прежде всего, что больше всего отвращает мужики? Предательство. Предательство? Бывали случаи с жизнью? Тоже без подробностей. Они у всех бывали, конечно. Бывает, что близкие люди иногда так себя ведут. Нет, знаете, я вот, я просто, как, вырос на улице, человек обычный, жил, родился в рабочем микрорайоне. Это вот здесь? У меня, как бы, ученых степеней нет. Это вот в Кировском районе? Ой, в Калининском районе, да? В Калининском районе, на четвертом микрорайоне. А родители чем занимались? Мама работала в магазине продавцом, отец на тот момент был мастером на стройке, ну, потом главным инженером. А, все-таки на стройке, да? Ну, да. То есть отцовская профессия как-то повлияла на выбор? Да, ну, это был ремонт на строительное управление, он потом, после этого, возглавлял ремонт на строительное управление номер 4. Все-таки немножко начальник. Ну, да, но он был такой человек, он, как сказать, правильно. Когда началась пора 90-х, и все началась повальная приватизация, ну, у молодых же как-то, у меня тогда мозги начали работать в своем приватизации, я пришел к нему, говорю, пап, тут РСУ приватизировать? Вы два года не разговаривали. То есть он отказался? Конечно, он меня выгнал, и со мной два года не разговаривал. Позвал меня буржуин, сказал, что все, кому я вырастил, я жил жизнь зря, и все, и меня... То есть папа бывал настолько суров? Здорово. Ну, в итоге он, ну, видите, начальник РСУ, и умер он потом, можно сказать, в Хрущевке. А вот это вот... Здорово, здравствуйте. Мама в магазине... Магазин-то какой был? Магазин юбилейный универмак на 4-м карьере. А, вот мама в магазине, папа тоже небольшой начальник. Вот было знакомо такое советское слово «блат». Вот многие молодые сейчас не понимают слово, что такое «достать». Вот знаете, когда мама работала в магазине, она работала в виноводочном отделе, я мог без очереди покупать водку. Что было немаловажно. Да-да-да, очень... В те времена... Очереди были большие, да. Какой еще облаты... Каким еще облаты вы успели воспользоваться при советской власти? Особо никаким. Я помню, как мы там пошли куртки Аляска, мы ездили в город Новокузнецк. Я ездил, чтобы купить куртку, мне осталось на два размера больше. Это караул, конечно. Вот... Это я вот насчет того... А что дала советская власть? Какое отношение вот к тем временам? Вы знаете, я, конечно, может быть, не поклонник всех вот этих вещей коммунистических, но то, что разрушать все не надо было, это однозначно. И приватизировать тоже все не надо было, это однозначно. У меня вот какое понимание, поймите, я не за то, чтобы не было богатых, я за то, чтобы не было бедных. А что для этого? Поэтому я стараюсь, что просто... Да надо дать людям работать. А у нас же как? У нас ненависть сейчас именно... Человеку не важно, откуда у него деньги. Заработал, не заработал. Сейчас же начнут ненавидеть всех. Потому что, ну, больше... Вот для меня человек пришел, создал предприятие, начал на нем работать. Это он предприниматель. А когда он взял, на трубу сел, там, что-то приватизировал, ну, какой он же предприниматель? Он вор, жулик. Тот самый блатной, если вспомнить наши слова, да? Да, все вот в основном же кто пришел? Чиновники же пришли. Вот это наш клуб. Там комсомольские эти активизмы, как комсомольские функционеры, если вы спите. Тот же Ходорковский. Ведь если вспомнить того же Ходорковского, ведь он тоже с комсомолом, это у вас здесь клуб избирателей? Да. Клуб избирателей работает. Там связь хорошо работает? Должна. Зайдем, посмотрим, как тут. А вот интересно, а вот с вами поздоровались, да? То есть вас люди знают. Блин, я эксперимент хотел провести. Ну, конечно, знают. Я от людей не прячусь, я хожу по своему округу. Я со всеми общаюсь сейчас. Хочу эксперимент провести, насколько вас знают. Подойдет к людям, а? Рискнем? Зачем? Поздороваемся. Ладно? Будем сейчас навязывать. Да вы сами подойдете к вам спросить. Ладно, хорошо. А неужели вы думаете, что меня тут кто-то не знает? Ага. То есть вы еще и скромный человек. Куда? Хочет подойти к людям и спросить, вы знаете, кто меня не видно? Нет, я хотел спросить, с какой стороны знают. Здравствуйте. Ну, 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 подойдите, они так побоятся сказать. Ну, подойдите к ним, спросите, потом мне расскажут. А, вот интерес, сейчас скажу, спросите. Ну, давайте, очень. Мы в прямом эфире, а я потом поделюсь, это интересно. Ну, как раз все увидим. Вот, кстати, очень хорошо, что я побоятся, начнут говорить только хорошее. Пусть говорят. Почему побоятся, и свежливости могут просто. Может, я хоть это самое. Буду знать правду настоящую. Пойду спрашиваю, пойду спрашиваю. Вот видите, такой экспромт на ходу. Поспрашиваем у людей, кто такой Илюхин. Может, что-нибудь скажет доброе, а может, нет. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур зовут Ханов, я народный журналист такой. Вы знаете, кто такой Вячеслав Илюхин? Вячеслава Илюхина знаете? Депутата. Как не знать. Хороший человек? Хороший. Не знаю, я с ним не встречался, пойти. Ну, как впечатление от него? Да кто его знает. Нормальный человек. Нормальный. Хорошо, спасибо. Сейчас все спросим. Извините, пожалуйста, меня Тимур зовут. Я такой журналист народный, блогер, короче. Вам знакомо такое имя Вячеслав Илюхин? Конечно. Кто это? Это наш депутат. Какое отношение к нему? Ну, он наш пашинский. Ну, как вот он болтун или наоборот хороший? Или там человек делает как надо? Или он ради политики что-то? Ну, мы, конечно, лично не знакомы, не общались. Но для Пашина он очень много сделал. Он старается для людей. Реально, да? Да. Ну, для вас, для лично, для вашего дома или для вашей семьи что-то польза какая-то? Ну, я вот в военном городке живу, у нас дороги делаются, все делается. То есть, наверное, хороший человек? Да. Здорово. А вот, сейчас спросим. Вот и барабан. Извините, пожалуйста, можно вас на секундочку? Да. А, я пройдет вместе. Давайте, так же, на дороге. А то тебе поговорят в город, два вопроса. Мне нужна вот симпатичная молодая уже девушка, поэтому я вас спрашиваю. Вам известно, кто такой Вячеслав Илюхин? Ну, да. Кто это? Депутат. Ваш депутат, да? Какое у вас к нему отношение? Вот он там политик-болтун или он... Я не знаю, я не могу ничего вам сказать. Но, вообще, впечатление какое? Да никакого. Так, то есть, понятно. Вас это мало не касалось, наверное, да? Спасибо. Ну, вот видите, как получается, два или три плюса и один ноль, и ни одного минуса. Ну, короткий блиц-опрос. Люди буквально с улицы, буквально из автобуса человек пришел. Ну, вот. Отрицательных отзывов не было. Пойдемте зайдем в клуб и обсудим. Там, кроме Илюхина, еще оказался депутат областного законодательного собрания Леонид Рыбин. Сегодня перед Днем Победы. Я их видел вместе. Они участвовали в мероприятии по открытию стенда портретами героев войны. Не героев, а участников. Ну, мы видели, да. Я вам сейчас подведу итог. Я видел, ага. Мы же что-то смотрим. А, так вы сразу же и смотрите. Ну, да, конечно. А, я говорю, пересказывать не надо. Ну, и как впечатления от людей? Да нормально, люди как люди. Как это говорил в «Мастере Маргарите». Люди как люди. Леонид Юрьевич, да? Да. Правильно помню. Да. Леонид Рыбин, поздоровайтесь еще раз. Здравствуйте. Я в прямом эфире. Так, вот это... Леонид Рыбин, он депутат об законодательном собрании. Городского совета. Нет, городского совета. Городского, я прошу извинить. Городского совета. Городского совета, просто соседний. Территориальная группа номер два, да. Ну, и Паршина в том числе. А партия какая? Тогда вышли от ЛДПР. ЛДПР. А, ясно. Ну, бог с ним, спортивные принадлежности. Сегодня вот мне так хочется рассказать, спросить про каждую вот эту вот... Про каждую вот эту... Одеваю три раза в год. На День Победы. Здесь все заслуженное. Ордена, медали. Леонид Юрьевич, боевой офицер, воевал много лет. Вы друзья? Начиная с Афганистана. Мы давнее время дружим, еще задолго до того, как стали депутатами. Как я стал депутатом. А вот интересно... Сколько лет мы уже знакомы? С 99-го года. Вот интересно, первое впечатление от имени, когда услышал имя Вячеслава Илюхина? В 99-м году и услышал. Помните, какое было, какое-то дело, какое впечатление было тогда? Ну, тогда я помню, он только начинал строительные отрасли, еще только работать, еще, по-моему, руководил какой-то бригадой строительной. Да. Да, где-то. Вот. Помню, что ездил еще, по-моему, на девятке на машине. Вот. Энергичный. По крайней мере, седина только-только пробивалась, черненький был такой, энергичный. Что, годы? Прихватки, да. Ну, в общем, впечатление у меня, 20 лет уже дружим. То есть, первое впечатление было позитивным? Позитивное, нас много чего объединяло. Вы тоже занимались строительством или что? Нет, мы не строительством, нас политическая стезя в то время определяла, объединяла. Вот сейчас говорят некоторые, давайте я вас обоих спрошу, как политиков местных. Вы же все-таки политики, правильно? Ну, мы мало себя относим к политикам. Вот недавно замечательную фразу сказал Артем Лоскутов, который у нас заведует... В Косле. Да, да, демонстрацию проводит. Он сказал, а что ее пародировать, у нас нет политики. Ну, как, политика она есть, она, наверное, везде такая политика. Заниматься политикой не сильно нравится. Здесь же дело в другом. Когда политику начинают с хозяйственной деятельностью смешивать, мне так кажется, наоборот, что политика должна подчиняться экономике. А у нас экономика подчиняется политике. И от этого все беды, наверное. Понятно. Вячеслав, а чем сейчас? Вот начинался строительство, вот сначала с детского вот этого вот... Что там было, школа или что-то в секции? Ну, это было вот как мое общество. Я всегда занимался бизнесом, строительством в том числе. И крупные проекты были, как вы знаете, и не очень. И сейчас у меня есть строительные объекты. Поэтому я привык деньги как-то сам зарабатывать. А деньги сами по себе представляют интересы? Или деньги зачем? Чтобы купить хорошую машину, куда-то съездить? Ну, это в том числе. Нет, здесь же не так деньги приличают, как то, что за них можно сделать. Это раз, а два. Возможности. Да, будучи бедным, бедному не помочь. А, бедный, бедному не поможет. Так, да? Вспомните период в своей жизни, когда вы могли себя назвать бедным. Был такой период? Да, был. Что это было? Ну, был 98-й год, кризис. Мы как раз... Прошел кризис в 98-м году, и где-то после 99-го года, в 2000-м, у нас разорилась фирма. До 2000-го еще как-то существовало, а потом вот разорилась, были долги. То есть приходилось пойти по друзьям за деньгами, или вот в чем этот уровень бедности? Ну, как его можно... Не было вообще. Уходил домой и думал, сколько оставить жене на еду. Был такой период. И как выкрутился? Работал. Это все строительство, да? Ну, да. Моей жизни было много, я был достаточно неплохим штукатуром. Я выезжал, помню, как раз в те времена, Колымить, поселок Горный Тогучинского района, там строить начали как раз в начале 2000-х коттеджи. Мы выезжали туда, Колымить, штукатурили коттеджи. А что из рабочих профессий нравится? Вот взял бы сейчас руки мастерок или что? Вы знаете, я даже не знаю. Вот мне кажется, что если я сейчас возьму в руки мастерок, я смогу отштукатурить стену. Мастерок, полутер. Ну, как правило, да, вот я как-то раз подошел к турнику, думаю, ну, по привычке подтянуть, бац, и больше одного раза подтянуться не могу. Поэтому здесь может случиться то же самое. Я взял мастерок, а раз, и кинуть не смог. Хотя мне кажется, что все вот эти движения остались, все это... Поэтому нет, работал руками, всякое работало. Вы знаете, я как бывший токарь тоже чущу себя надеждой, что стоит мне подойти к станку, и он мне сразу... Как Никулин говорил, говорит, руки-то помню. Руки-то помню, да. Вот интересно было бы попробовать, но как-нибудь потом. В работе с людьми... Вот сейчас я был депутатом, я помню, что для меня было самое трудное, это вот когда люди приходят, а ты не можешь толком помочь. Вот в работе с людьми, что делать, если вот они... Просьба у них там какая-то жизненно важная, человеку трудно, тяжело, а помочь трудно. Вот как к этому относиться? Вот есть неразрешимые проблемы, когда депутат не может решить? Что вы делаете? Да всегда по-разному. Ну, я пытаюсь помочь всегда, но не всегда это получается. И, во-вторых, ну, надо же всегда понимать, насколько человеку еще не нужна помощь. Есть люди, которым действительно хочется помочь, прям вот искренне хочется помочь. Но не всегда получается. Мы стараемся. А есть такие плакальщики, которые профессиональные, или как их назвать, болезненные? Да и аферисты есть, профессиональные плакальщики, все есть. Вы знаете, ну, люди, они все разные. Ну, вот как идет, допустим, вот проходит вот эта вот ситуация, когда, ну, нередко же в свой адрес какую-нибудь там гадость слушаешь. Особенно сейчас у нас интернет открыт, там можно из-за какой-то этой спрятаться, ну, или где-то там издалека начинать каким-то крестью. Секундочку, я по интернету порылся, и с первого раза на Илюхина никакого компромата не нашел. Да было, нет, мы тут даже несколько судов, ну, как бы, юристы судились, тут как-то в свое время и Кущевка, и Пашина обзывали, как только не обзывали. Поэтому, вот, знаете, говорить можно разное. Ну, вот говорят, говорят, и думаешь, да нахрен все это надо, вроде ты стараешься, вроде все делаешь, какая-то обида начинает возникать, а потом, бац, и выборы. А эти выборы, они у меня были как раз, ну, последние. Я шел, выйдя из «Единой России», естественно, все были против меня. И, по сути дела, и потом, бац, и за меня проголосовало больше 70% населения. Несмотря на то, что здесь и военных подвоз был, и подтусовки пытались сделать, несмотря ни на что, но за меня проголосовало 70%. Я думаю, ну, все равно, значит, не зря. И иногда, вроде, слушаешь каких-то идиотов, которые там листовки расклеят, а потом раз, придут к тебе, и просто придет какая-нибудь бабушка, говорит спасибо. Просто спасибо. Да, и сидишь и думаешь, что, ну, все-таки ты не зря все это делаешь. Наверное, не напрасно. Поэтому нужно и дальше делать. Два слова могу только добавить. По отношению Вячеслава Викторовича, знаю его давно, пришел, когда я в 2008 году вот сюда пришел, в Пашину, я работал в клубе избирателей депутата Илюхина. Хочу сказать два таких самых важных момента. Когда он вообще пришел еще только в Пашино, когда здесь еще цыганский барон наркотики распространял, и жители жилого района Пашино поставили ему вот первый такой депутатский наказ убрать отсюда... Это было до депутатства. Да, до депутатства даже еще было. Убрать отсюда наркоторговлю барона. И вот кто с этой задачей справился очень серьезно, справился Вячеслав Викторович Илюхин. Это дорогого стоит. Об этом помнят до сих пор все пашинцы. Второй важный момент... А как справился? Я не буду комментировать. Он не будет. То есть это такой способ, который до сих пор лучше не комментировать. Но в пределах порядка... В Пашино наркоторговцы иногда появляются, но долго не живут. В Пашино? Да. Они от сюда уходят. Они понимают, что... Они могут, ну, сдуву, в свободную территорию для торговли. Пришли, но здесь не дают им торговать. Народный гнев. Это так называется. А второй момент, на что хочу заострить внимание, еще при, по-моему, губернатором был у нас Юрченко, когда хотели гусинобродскую барахолку. Сюда, в начало Пашино, при въезде в Пашино, хотели ее разместить. Вы представляете, население жилого района Пашино в течение трех дней собрало 12 тысяч подписей. Вы найдите мне, пожалуйста, район в городе, где за три дня можно такое количество подписей собрать. Причем люди, зная, что у них есть такой депутат, который их права должен отстоять и защитить, они в течение трех дней на всех точках, где только можно было, собирали эти подписи. И этого дорогого стоит. И почему? Вот просто трудно себе представить, что было бы сейчас, если бы барахолка в том виде, в котором она была на гусинке, была бы размещена у нас вот здесь, возле Пашино. И я считаю, что это большое заслуга. Поэтому смело можно идти, каждого, особенно такого старожила Пашина, спрашивать, кто такой депутат, они вам конкретно четко спрашивают. Депутаты, когда того касается тема, что депутат должен сделать выбор, чью точку зрения принять? Чиновников или точку зрения людей, которые его выбрали? Ну, кажется, очевиден вывод. Для меня, да. А что, есть такие депутаты, которые предпочитают чиновников? Я не могу за других депутатов. Но этот выбор многие делают. И не всегда его делают в пользу тех людей, которые их выбрали. У нас жаленье. Иногда и мэры, вступая на должность, дают разные обещания, но потом судьба не позволяет им все выполнять. Мало ли, ведь кроме начальника, судьба не позволяет. Я хотел сказать, что кроме начальника есть еще и обстоятельства. Кроме чиновников есть еще и обстоятельства. Ну, а когда идем на выборы, мы не понимаем, что эти обстоятельства существуют. То есть у нас идет оппозиционный мэр на выборы. Знает, что... Он, по сути дела, вступает в войну с бывшим мэром и вступает в войну с нынешним губернатором. И он что, не понимает, что у него будет противостояние, или на что он надеется? Ну, и как здравомысля человек, не может не понимать. Ну, так вот, я тоже про это говорю. То есть у вас есть опыт давать обещания предвыборные, и вы думаете о том, как вы его будете выполнять? Знаете, я, наверное, я стараюсь выполнять все свои обещания, которые даю. Наверное, не все выполняют тогда. Я каждый год отчитываюсь перед пашенцами. Каждый год отчитываюсь и рассказываю, что мне удалось выполнить, что не удалось, если не удалось, по каким причинам. Ну, как-то большинство обещаний, если не уверен, не обещай. Все просто. Ваша партия нынешняя, Родина, как я теперь понимаю, как известно, я почему еще напросился на интервью, вы провозгласили, что собираетесь выдвигать кандидата в мэры. Да, мы обязательно это сделаем. Ну, понятно, но у первых, первая фамилия Илюхи в таком случае возникает. Нет, почему Илюхи? Не обязательно. Ну, у меня вот так. Знаете, в любом случае, ну, тут же еще нужно, чтобы сам человек к этому был готов. Я единственное, что могу сказать, что Родина выберет достойного кандидата из тех, кого предложат. И когда придет этот кандидат, у нас же понимание одно, мы приходим к команде, и эта команда должна работать. Крайней мере, основной костяк. Никто из нас не будет уходить от ответственности, и все будут принимать участие в этой работе. То есть свободно выдвигаются кандидаты, и вот такая технология. Предлагают кандидатов. Мы смотрим, если идеологически эти кандидаты соответствуют, и там есть достаточное количество предложений по этому кандидату, то мы садимся, все обговариваем, выдвигаем этого кандидата от политической партии Родина, и все участвуем в этих выборах. Мы говорим, что мы будем делать, когда мы придем. Мы говорим, какие цели мы преследуем. Мы говорим о том, как должен работать мэр. Задача мэра, ну, я не знаю, не должен мэр улицы подметать, правда? Я-то как раз за то, что мэр просто должен, мэрия и мэр должны создать правила игры в городе Новосибирске. И этим правилам игры они должны быть, эти правила, для всех. Для всех одинаково. Если кому-то одному разрешили, значит разрешено всем остальным. Если запретили, значит запретили всем поголовно. Все очень просто. Все очень сложные решения, А сейчас раз же не так? Простые решения. Нет, не так. Вот поэтому, то есть есть у вас желание, есть люди, которые желают поменять. Я так интерпретирую ваше слово. Я тоже желаю поменять все, что происходит у нас в городе. Если представители, если в партию вызвают кандидатуру Илюхина, и ваши однопартийцы будут настаивать на том, чтобы вы стали кандидатом, что вы им ответите? Я задумаюсь. Надо этим очень сильно. То есть категорически нет, пока вы не собираетесь говорить? Нет, категорически не говорю, пока нет. Нет, давайте поживем и увидим. Еще время же у нас есть для принятия решения. Ну, по крайней мере, желание партии активно вступить в политическую борьбу за пост мэра, оно само по себе уже говорит о многом. Мы будем участвовать. Будем участвовать не в шутку. Вы заметный блогер. Да какой я блогер? Ну, хорошо, ладно, не так. Вы, в отличие от многих депутатов, заметный среди депутатов, я в этом смысле, вы, в отличие от многих депутатов, активно не только присутствуете в сети, но и вы там отвечаете, дискутируете, в том числе со мной. То есть у вас бывает время на то, чтобы вы уделяете этому вниманию. Как правило, вечером, когда заснуть не мог. Ну, или когда там так, время свободное есть. В машине еду. Что для вас интернет сегодня? Вообще, кроме вот... Ну, вообще, интернет стал влиять. То есть это некий... В любом случае, все же понимают, что это некий центр влияния. Ну, и, по сути дела, это как больше всего новостной блог. Узнавать новости в режиме нон-стоп, это для всех, наверное, важно. То есть это не только себя показать, но и увидеть? Прежде всего увидеть. Хороший источник информации? Да. А Ханов Тимур для вас источник информации? Это неинтересно. Ну, мне кажется, что у нас не так много осталось независимых журналистов, поэтому я рад, что вы есть. Видите, я специально напросился. Ребята... Несмотря на то, что у нас многие взгляды не совпадают с вами, но, тем не менее... Я сегодня даже поплакал. У нас дело выше политики, видите, с вами. Вот это вот главное. Да, и хотя я сегодня поплакался в своем посту, посте, в своем сообщении о том, что, ребята, давайте помогайте мне в том числе деньгами, и, наконец, я открыто обратился с этим. Интервью я беру бесплатно. И потому что мне интереснее и спокойнее, и свободнее разговаривать с человеком, когда мы только обсуждаем вопросы, не связанные никакими обязательствами между собой. Ведь так? Так. А с чем обеспечивается ваша независимость? Да я даже не знаю. Партийная, материальная, политическая, от жены, в конце концов? Вы знаете, мы все как-то независимы-то относительно. Мы самые независимые, всех зависимых. Каждый человек от чего-то зависит. Это обстоятельство тоже. Поэтому говорить о том, что там на 100% все мы независимы, это значит лукавить. Ну, я более-менее независим. Я для этого ушел из партии Единая Россия, потому что вот эти вот решения, фракция решила, значит, надо. Ну, мне они не нравятся. И я уж лучше буду сам себе фракция. Пусть мой голос будет один, но, по крайней мере, я буду голосовать, так как я решил для себя. Что больше всего нравится в работе депутата? Да, даже не знаю, как сказать, что мне там что-то нравится. Хорошо. В деятельности политика что нравится? В деятельности политика вообще ничего не нравится. А тогда зачем? Вот знаете, я в свое время, ну, на самом деле, мне кажется, что я для Пашина что-то делал, и вот уже как-то уйти, чтобы все это раз и развалилось, мне жалко. Я не хочу. Вы знаете, я был депутатом, и однажды ко мне подошел человек и просто сказал спасибо. Ну, вот я уже про это говорил, что благодарность человеческая, она много значит. А когда еще сам, ну, вот что-то, как я в свое время шел на выбор, сравнил, песочница, пришел, настроил куличиков из песка. Раз пришел, кто-то сломал. Ну, становится обидно, надо взять ведерко и дать по голове. И вот здесь вроде этих куличиков налепил, ведь не дай бог, кто придет, как-то все как за своим, жалко, берегешь. То есть вы такой человек хозяйственный. В доме кто хозяин? У нас? Да. Мы же про семьи договорились не говорить. Ну, ладно, давайте вот про этот дом сейчас спросим. Вы сотрудник или кто вы? Помощник депутата. Помощник депутата. Вот давайте так, мы будем считать, что Илюхина нет, все равно запись посмотрит. Но тем не менее, ругается Вячеслав? Ну, бывает. Матерится? Ну, бывает. За дело? Конечно. Или просто вот со зла? Нет, за дело, за дело. Я тоже матерюсь за дело. А бывает, что вот он сказал, я обидно, вот прям несправедлив. Нет, такого никогда не было. И не будет, надеюсь. Так и не удалось. При нем же, чтобы его поругали. Ну, а что, я искренне говорю. Я бывший военный, поэтому слышал такие крепкие слова, что... И обидно было в жизни, наверное, не раз. И как офицер, я бы понял. Было, было. Обидно, конечно. И когда ни за что. А когда за дело, это сам виноват, сам как бы отвечает. Мужик? Естественно. Сейчас мы еще женщин спросим. Вы здесь сотрудницы, да? Да. Как вам этот мужчина? Вы сюда раньше пришли, я хотел спросить, вернее. Человек врачей имеете? Или Сергей Петрович? Вот это вот, это уже ответ. И все-таки, вот, понимаете, вот он, оказывается, крепким словцом может воспользоваться, да? Когда с мужчинами разговаривают. Ну, бывает, необходимо. Каков он с женщинами? Не смотрите на него, он не слушает. Сергей Петрович очень уважительно относится, на самом деле, ко всем. Его очень любят здесь в Пашино, потому что он, ну, не знаю, располагает к себе сразу. И, на самом деле, зря там, да, какой-то грубости нет. Вы знаете, говорят, счастье, это когда радостно утром идешь на работу, а вечером радостно идешь домой. Вот скажите честно, вы всегда на работу идете радостно? Вы посмотрите на наши лица нашего коллектива. У нас очень слаженный коллектив, мы работаем давно, и, если человек зачем, очень приятно работать. Понятно, спасибо вам на доброе слово. Зачем мы работаем? Ну, ладно, я не знаю, насколько это получилось все искренне, потому что он сам здесь стоит и слушает, но судите сами, потому что прямой эфир, тут ничего не придумаешь, и рояли из кустов порой приезжают сами по себе. Спасибо вам большое за встречу. Я бы еще с удовольствием продолжил разговор, вы очень интересный человек. Я надеюсь, мы встретимся, поговорим, например, про проблемы строительства. Я специально не затрагиваю эти темы, потому что, ну, один только этот разговор можно растереть на несколько часов, да? Про проблемы законодательства, каково быть депутатом, что мешает, общеполитические проблемы и так далее. Увидимся? Конечно. Спасибо. Рад был. Как вам разговор? Отлично. Спасибо, увидимся еще. Чай, выпьем? Выпьем. Как же отказываться? Я же сказал, тогда придется поставить точку, ребята. У меня есть такие значки, если материал платный, я ставлю звездочку. А если за еду, то я ставлю точку. Сегодня я поставлю точку, но постараюсь впредь никогда особенно не быть зависимым, поэтому та идея, которой я вам сегодня предложил, таких донатов за мою скромную работу, если вам понравилось, то вы можете поставить лайк, ну и бросить мне на телефон какую-то небольшую копеечку. Это будет только как знак благодарности. Если нет, то ничего страшного, я справлюсь. Потому что, когда видишь таких вот людей, самостоятельных, сильных, симпатичных для женщин, самому как-то хочется выплюнить спину и становиться нормальным мужиком. Будьте здоровы. Ваш Тимурханов. А вы Юра Зимина же хорошо знаете? Юра Зимина, сейчас секундочку. Играет опять эта штука? Эта штука еще играет. Неужели надо кадр чем-то закрыть? Картинку. Вот это городское избирательное округ номер 15, на котором работает депутат Илюхин. Субтитры создавал DimaTorzok, летом,